Добро здоровиться уважаемые посетители канала и так идет 70-й год моей жизни движется движется ну а что я а что я я я а я продолжаю с вами разбирать вот этот вот голод который идет с выделением соленой слизи и как бы непонятно откуда все это берется а я предупреждал что когда вы доходите до работы уже с тонкими телами доходите так сказать до работы с самой знаете зловредной болячкой которую вас поселилась и она вас так сказать почмакчивает и вы даже не подозреваете не подозреваете что именно с вами там происходит может случиться так что уже с детства где-то у вас что-то болело но вы на это особо не обращали внимание наболела и да и ладно болела там что там уж и вот как бы сказать живете там голодаете там немножечко там можно быть даже очень внешне таким крепким человеком быть табалечка которая была знаете паразитарная она наоборот даже но это хорошо в сильном теле я буду получать более мощные энергии и лучше так сказать расцветать ну вот давайте подойдем теперь к письму и как раз она нам не покажет здравствуйте петрович наблюдаю терплю одну и ту же историю под соли вонючие вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот уже уже пошло несколько одно дело соленое а другое дело вонючее вот это знаете иногда тонко материальная зараза она проявляется вот через через запах то есть наконец-таки где-то на 38 восьмом дне голода мы начали вернее добрались до вот этой вот вонючие заразы черные черные вонючие заразы да и тягучей жидкости от горла до желудка а стало заметно меньше 38 день сегодня смотрите тягучей жидкости от тягучей жидкости запомните от желудка до горла стало меньше а если кто не знает я скажу оказывается организм выделяет слизистые шлаки от желудка до макушки то есть через легкие через желудок в частности через носоглотку выделяется слизь именно слизь выделяется и теперь если предположить что это грибница это грибница а грибница что с тобой представляет она представляет собой слизистое образование и вот наконец-то собрались условия которые начали эту грибницу выделять через верх можно сказать а почему она не через не спустилась но об этом дальше интригу так сказать создадим 38 день сегодня вот это уже такие знаете сроки на которых так сказать вы идете в атаку шашка на голову на патологию на паразитов и вы уже и рубите как капуста она уже она уже не ту имеет силу что раньше паранизме создались условия которые и вытесняют но покоя вздохнуть насладиться моментом завершения года не дает это точно но знаете вот насладиться моментом завершения голода до совершения еще далеко мы все думаем что вот тут 38 сутки этого достаточно а тут оказывается мы только развернули настоящее сражение против разного рода паразитов поэтому то наслаждение пока пока далековато так вот в чем я это называю игра потекла слюна сплюну далее надо отхаркнуть то стягучую стягучую вонючую сплюнуть вот-вот-вот-вот-вот а а вонь еще это говорит о том что вот это вот зараза она отмерла и она стала вонять то есть вот я помню свое голодание вот примерно на на этих суток это там ну у меня как-то чуть раньше было я голодал до этого смотрите когда идет отмирание то от тела идет запах мертвичины это мертвичины от вас будет пахнуть допустим грубо говоря за 30 там сутки или там у кого как все строго индивидуально ну допустим у меня так было пахнуть в такой запах старческий запах гнилостный запах вот этого цвета этот гнили чины и вот это вот вот это все это отмирает отходит от вас и как она только отомрет запах прекращается так вот а тут как растянучую вонючую сплюнуть как только сплюнул в желудка начинается активизироваться полоска соли типа крупинки играться начинает и открывается периодически по первому порталу слева и справа выливается желчь с поджелудочной или желчного с поджелудочной не может желчь выливаться оттуда может сок выливаться поджелудочная желчный вырабатывать чтобы вы понимали так или желчного и опять таки важно понимать что желудок за желудком находится двенадцатиперстная кишка куда все это идет поэтому если бы нормально все там желудком было бы и сок грубо говоря если это с поджелудочной железы и желч если желчного пузыря это все бы в желудок не заходили вот там там а смотрите желудок это вот здесь вот у нас находится видите солнечное сплетение вот здесь имеется патологии патологии просто патологии а вот тут интересно сказано полоска соли полоска соли то есть вот вот как бы сказать нечто такое как бы сказать лежит на слизистой допустим желудка и может даже спускаться двенадцатиперстную кишку и поэтому получается что клапан между желудком и двенадцатиперстной кишкой он что-то не так смыкается как бы этого хотелось бы и поэтому если что-то там получается то идет заброс в желудок при этом опять таки какая-то патология дальше стоит и ниже двенадцатиперстной кишки что она не дает нормально туда слиться а ее гонит вверх ну давайте дальше так выливается желч поджелудочная или желчная в желудок и естественно через рот ну дальше она раздражается это как раз идет очищение от слизистых шлаков запомните вот это рвота через рвота отплевывание отхакивание это все все отходят слизистые шлаки которые могут образовываться в том числе и из грибницы которая разрушилась и в виде вонючей слизи выходит через рот она бывает то желтая то черная цвета вот тут важно отметить вот как раз мы тут видим фотка фотка какая она тем не менее черного цвета черного цвета это говорит о том что она уже озлокать озлокатилась стала злокачественной превратилась уже в черную помните я вам рассказал слизь имеет такие градации белая ну слизь ну да грибница живет потом она становится серой рак серый ну еще а потом черный самый злокачественный и уже готов сожрать человека вот он вот он вот он вот он вот он черное это это вот как раз разрушенная грибница вот это вот самая застарелая часть начала выходить вот поэтому она черного цвета и грибница и застаревшая черная желчь вот это вот все это но насколько я тут вижу вижу это больше напоминает грибницу именно грибницу может я ошибаюсь но это мое мнение я вам высказываю выливается не всегда а как я понимаю по мере накопления в организме ну естественно раз 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 то есть организм почувствовал что то там уже накопилось и пошло дело но ночью с трех утра утра и под утро гарантированно ну как раз вот когда активно печень желчный пузырь вот это все идет тут работка все эти шлаки подталкивается все это убиенное подталкивается на выход могу так сбрасывать желчь а могут так сбрасывать желчь указанные органы в желудок и через рот должны же вниз выводить какова глубина моего познания да вот по всем как бы сказать по идее вот так должно быть но казаться не так и это имеет большую большую свою причину потому что вот эта зараза расположилась я так чувствую она расположилась начиная от желудка и кончая где-то там в тонком кишечнике в самых знаете в таких местах где вырабатывается и получается самое большое количество питательных веществ и оно в первую очередь их так потребляет а все остальное по остаточному принципу итак такое в линии появилось у меня вообще когда камешек вышел из почки ну и почки а что и почки страдают да то есть да это уже и почки там страдали вот в тот момент всю ночь выливалась черная желчь изо рта камер ушел и все закончилось и вот на финальной стадии четкие сценарии отхаркивания игра крупинок соли и открытие створки желчью либо слева слева либо справа чувствуют этот момент и истекание желчи но это хорошо сбрасывает дело в том что смотрите что еще мы думаем что вот желчь там сбрасывается желчь вырабатывается в организме постоянно и это закономерный итог выработка желчи и вот такой сброс это закономерный итог всего организма он по всему организму собирает шлаки вытягивает их разного рода из тех же изо всех клеточек изо всех щелей организма естественно все это направляется в кров кровь идет через печеночку фильтруется там и получается желчь желчь это выходит на выведение поэтому и образуется вот еще вот такие вот шлаки откуда они берутся как бы сказать не то что тут вот и и в желудке там и в кишечнике разрушается они еще берутся из всего организма всасываясь в кровь фильтруясь в желчи и выбрасываясь в кишечник отхаркивание игра крупинок соли открытие створки желчи вот так 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 вот как вы думаете это вообще нормально на голоде на вашем голоде это нормально это идет целительный процесс здоровом организме конечно вот когда вы там на питании это не нормально это будет восприниматься как болезнь а здесь вы голодаете вернее вы болеете во имя здоровья то есть у вас сейчас идет болезненный процесс который нормализует работу вашего организма поэтому надо его приветствовать вот подобных вещей там грубо говоря в медицинской литературе официальные они этим делом не занимаются не знают и не видят как это все в динамике идет наоборот для них это все какая-то патология болезнь надо это подавить надо купировать надо еще что-то сделать а тут наоборот это все надо приветствовать эту всю заразу надо вывести из организма чтобы обрести такое колоссальное здоровье богатырское поэтому я считаю это нормально на голоде так поджелудочно и желчный так избавляется от измытка желчи нет так организм избавляется посредством выброса через желчь вот этих вот шлаков которые собрал со всего организма со всего организма собрал то есть вот интересный процесс настолько идет голод запускает работу в каждой клетке в каждой части тела то есть там ни одно особо средство таким ну такой мощностью не обладает и тут важно вот на голоде поддержать этот процесс дать ему возможность совершиться до конца и тогда будет хохохохохо вот так что это от избытка желчи нет это не какой то не избыток это нормальное явление которое мы не понимаем с которым мы не сталкиваемся, и для нас это все ненормально. Нам нормально только кружечку пива там и в боблу пожевать, и что-нибудь посмотреть там, какую-нибудь звездную войнушку там, или сыграть. Забавно, не правда ли? Ничего забавного нету, это серьезная работа, это очень серьезная работа, серьезная целительная работа самого организма, силами самого организма, силами природы. Силами всей Вселенной над вашей сущностью, и телесной, и духовной. Перешел уже в такую степень восприятия. Выпил сегодня полтора литра боржоми, организм выдал фото, подумал, что как и у вас вышла нефть, желудка, по-моему, обычный кал. Нефть желудка. Это как раз выходит вот эта вот желудка и эта сама. И если желчь заброшенная, значит, в желудок, а больше всего, я думаю, это выходит именно вот эта вот убиенная голодом грибница в виде черноты. Она напоминает действительно как нефть. Соляный желудок с отхаркиванием не отпускает, порталы работают, а вот кандида сидит себе смирно сверху и снизу. Продолжаю с интересом наблюдаться за процессом и делиться опытом. Надеюсь, вам тоже это интересно. Благодарю вас за проявленный интерес к моей истории. А вот, 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 вот. Следующее письмецо. Самое последнее. И вот тут-то, тут-то. Опять-таки, люди забывают, что у них там было за спиной. Но, извините, Петрович, за назойливость забываю рассказать, почему, то о болях в солнечном сплетении. Где солнечное сплетение? Да вот оно, солнечное сплетение. Где у нас желудок двенадцатиперстная кишка и все это выделяется? Да вот оно, вот оно, все это здесь. Итак, о болях в солнечном сплетении. Уже там была вот эта болезнетворная штука. Сидела, все нормально и свое дело, разрушительное дело. Но они были и до голода. Вот оно что. Вот голод позволил не только, то есть, они потихонечку тлели в организме, а голод, как суперврач, он позволяет одновременно диагностировать, где у вас что болит, и лечить этой болячкой. Вот в чем считается голод, король врачевания. Диагностируют и сразу же лечит. Нам только надо подождать, чтобы этот процесс кончился сам. Без всяких там анализов или еще что-то там, еще кто-то там будет просвечивать. Говорит. Он сам подбирает и лекарства, все делает сам. То есть, спишь на боках в определенном каком-то положении, а по центру как будто разрывает, тебя ломает, режет. Вот это вот оно и есть. То есть, в здоровом организме, будем так, что-то такое по центру, которое тебя ломает, режет. Это как раз и есть какая-то животинка, скорее всего, скорее всего. Вот эта черная грибница, которая распустилась. Естественно, микропаразитов и грибницы в первую очередь любят такие места, можно так сказать, козырные, где больше всего и вольготно им живется. Больше всего питательных веществ и, естественно, вольготно живется. Это еще тот энергетический центр. Вот тебя ломает и режет. И нужно мягко так увернуться, чтобы боли уходили. Это не просто еще может быть, а через солнечный центр-то может быть еще и привязка только материальная. Не пишет о снах. Не пишет о снах. Настолько, видать, заблокировано сознание чем-то чужеродным, огромным, которое не дает ему понять, что с ним происходит, она его просто потребляет. А во снах как раз и показывает, где что. И вот если он действительно так пройдет еще, да, так сказать, до конца, то будет обязательно сон, в котором покажет. Вот она отвалилась. То есть вот эта чернота начала отваливаться, а во сне только раз, какое-то чудо-юдо отойдет. Сергей Матвиенко как-то в комментариях указывал, что была у него такая же проблема. Благодарю вас, что читаете. Дай Бог здоровится. Истинный светоч. И на этой ноте мы с вами закончим. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем. И под чоканье бокалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый Новый год. Так, испи, дружок сердечный, наливай бакал с карди. Загадай свое желание и под звонку ром-попей. Радость и любовь нас ждет, это Новый год. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Продолжение следует... Продолжение следует...